Добрый вечер, Александр. Вы из Новополоцка. Да. Поёте давно? Ну, с лет шести. Сейчас музыкальная школа, семь лет и музыкальный колледж. Прекрасно. Готовы петь? Да. Всё, мы вас слушаем. Зажигай, Махмур. Как умел я, так и жил. Мама, обо мне не грусти. Ты за всё, чем грешил, я в пути. Не судьи, но прости. Мама, мама, сквозь годы разлук я снова вернулся к тебе. Мама, мама, в душе берегу я всё, что сказать не сумел. Мама, мама, в душе берегу я снова вернулась к тебе. опять же. Конечно, Антон единственный на всю Беларусь, который не понимает этого слова. Спасибо большое. Очень жаль. Ну, естественно. Голос есть, все есть. Песня красивая. Выбрали эту песню, значит у вас хороший вкус. Но вы не смогли себя показать в этой песне, потому что она не ваша. Я не имею в виду, что вы не смогли ее спеть так, как нужно, потому что вам пришлось там уйти на октаву ниже, а там надо было петь, оставаться в этой же тесситуре. Александр, а сколько вам лет, скажите? Восемнадцать. Да, пожалуйста. У нас Анна, педагог по вокалу. Я бы хотела сказать, очень красивый тембр, очень приятно молодой человек исполняет и с Инной полностью согласна. И вот к жюри обращаюсь, вот моя первая, может быть, единственная просьба в этот вечер вторую песню. Под ваши аплодисменты. А мы не против. Ты стоишь, а я бегу на месте, не могу сделать этот первый шаг. Ты не в масть, как черная невеста. Твои глаза словно лезвия ножа. Промжай меня, не смеша от тебя. Оторваться нет сил и с тобой не живет душа моя. Не меняй крестики на иксы. Все равно выйдет то же самое. Не сочетаемое безответно одиночество мое безответно. Ха-е! Ночью ветер мне покоя не дает. Ночью ветер покоя не дает. не утипнет и с собой не заберет на рассвете. Ха-е! Безответно одиночество мое. Саша, мне кажется, вторая песня у вас не спасает. По-моему, еще хуже. Конечно. Я прошу прощения, Новополоцк я люблю с детства, потому что я там выросла. Причем здесь Новополоцк? Причем здесь Новополоцк? Я просто хотела... Одну минуту. Да. Молодой человек, вы закончили музыкальное участие... Нет, еще на четвертом курсе. На четвертом курсе. Вам надо заниматься с педагогом, и мы с вами разговариваем как с профессионалом, поэтому у нас разговаривают. Вы работаете на профессиональной сцене и готовите стать профессиональным артистом. Поэтому к вам отношение здесь другое, нежели к тем людям, которые этого образования не имеют. Вы все время поете мимо сада, по соседям все время двигаетесь. Пожалуйста, с интонацией, с педагогом обязательно. И пожалуйста, ну имейте же какой-то... Ну вот первая песня была с хорошим вкусом, а это что? Это было запрещено. Как она начинается? Ну как называется? Александр, вам надо очень-очень думать, когда вы выбираете песни. Вы профессионал, и вы должны понимать, что вы можете спеть, потому что голос у вас есть, у вас хороший тембр, невероятно хороший, красивый, но мы прослушали две песни, и мы не услышали вас. Понимаете? Может быть, только где-то в начале первой песни буквально пару фраз было вот вроде как зацепило, а потом вы уж не свою тесситуру пошли вниз. Ну а кстати, вы все время идете вниз, Александр. Вам действительно высоко было петь припев? Это высоко для вас? Речь о песне «Мама» Валера Головна. Да, там дальше высоко. А какая ваша самая высокая нота? Внизу какая? Какой у вас диапазон? Диапазон какой? Ну, где-то соль. Вверху у вас что? Вверху. Вверху. Ре. Ну и ну Александр, мне очень сложно вас защищать. Вы сейчас говорите совершенно иностранном для меня языке с нашим уважаемым жюри. Остаетесь с ними один на один. Мы говорим Александру спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты.